Первое ощущение от встречи со скульптурой Раисы Лысениной – удивление. Мастерски обрамляя природный материал, она кажется лишь несколькими деталями, легкими штрихами, дополняет то, что уже создано природой. И вот перед зрителем возникает образ. В творчестве Раисы Лысениной присутствует та мера условности, которая позволяет говорить о подлинности изобразительного искусства. Она не стремится к натурности, не стремится к похожести натуре. Она перерабатывает, это сплавляет, причем работает с разными материалами, одинаково органично сплавляет дерево, камень, металл, используя какие-то дополнительные приемы. И в ее работах всегда чувствуется очень такое живое биение, пульс настоящего искусства. Среди экспонируемой мелкой пластики и станковой скульптуры творения двух последних десятилетий названия «Утро в деревне, лунные тени», «Святые Петр и Феврония» и «Чудо о проросших деревцах» раскрывают замысел автора зрителю, наделяя оживающие на глазах образы собственной историей, мифом, который каждый домысливает самостоятельно. Ей удается воплощать то, ради чего художник работает вообще. Это чувства какие-то воплощать, эмоции, какие-то ассоциации, переживания. И порой в достаточно абстрактных вещах они звучат у нее. То есть это говорит, насколько это внутренне живой, добрый, открытый человек. Отличительная черта скульптора Раисы Лысининой следовать за материалом. Увидев в камне птенца, Раиса Алексеевна оживляет его буквально несколькими штрихами. Другой камень извивается муреной, а на деревянных поленях проступают суровые древние лики. Еще одна характерная особенность – плетенные в образы этнические мотивы. Творчество скульптора органично пронизано национальным духом. Раиса Лысинина – это часть Рязани, это ее душа, потому что действительно в ее работах, в ее творчестве очень ярко присутствует вот это народное начало. Она часть этой земли, часть нашей истории. И ее творчество очень связано именно с такими народными корнями, именно рязанскими, потому что очень близко и созвучно в целом рязанскому народному искусству. Немалую роль в восприятии выставки играет оформление. И здесь сотрудники Кремля под руководством самой Раисы Алексеевны создали очень необычное пространство, благодаря чему все экспонаты ожили, заиграли, объединились в единое целое. Здесь подача, но похоже на то, что я видел из-за границы в хороших галереях, то, что в Москве сейчас тоже не везде, а в хороших галереях, в хороших местах. Вот какой-то подобный уровень подачи произведений искусства. Поэтому все живет, все работает, и все это радует нас. В этих глубоко личных работах отточенное мастерство и убедительные образные решения. И потребность поделиться чем-то важным – тем, что сама душа диктует мастерству. Поэтому и выставка получилась о чем-то незримом, нематериальном. О радости, об открытиях, об озарении, о моих душевных всплесках, все из природы. Я ничего не придумаю. Вот оно, просто бери и делай. Постоянный, непрекращающийся творческий поиск, о котором свидетельствует и эта выставка, обещает нам новые встречи с удивительным и невероятно живым искусством Раисы Лысениной. Марина Комиссарова, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».